Всем привет! Плохая девочка и первый гей Франции, которых прокляли на прошлых играх. Да-да, вы уже догадались, что такие фигуристы Пападакис и Сизерон, установившие мировой рекорд в ритм танца на Олимпиаде 2022. Гийом Сизерон – французский спортсмен, выступающий в одном из самых зрелищных видов спорта. Олимпийскому чемпиону удается проявлять внутренний артистизм, сочетающийся с четкостью выполнения отдельных элементов. Программы дуэта поражают цельностью картины и согласованностью движений партнеров. Но перед тем, как мы начнем, не забудь поставить лайк и подписаться, если еще не сделал этого. Далее мы расскажем, как живет Гийом Сизерон, биография и интересные факты. Гийом Сизерон родился 12 ноября 1994 года в Монбризоне, департамент Луара. Родители Марка и Жуселин Сизерон. У него есть старшие сестры Орели и Блондин. По словам Гийома, фигурное катание он открыл для себя накануне своего семилетия, благодаря старшей сестре Блондин, которая увлекалась танцами на льду. На каток ее водили родители. Как-то отец предложил ему пойти вместе с ними. Гийом вспоминал. «Я согласился, и некоторое время спустя мы, он и я сидим бок о бок на пустой трибуне, наблюдая, как моя сестра движется среди других девочек-подростков. Возможно, в группе один-два мальчика, но я вижу только девочек». «Ты ничего не говорил», — вспоминает отец. «Но я уловил в твоих глазах искорку любопытства, которое тронуло меня. Я дал себе несколько минут, вспоминая твои неудачные попытки с футболом и дзюдо, а потом спросил, хочешь попробовать, Гийом?» Не колеблясь ни секунды, ты сразу же ответил «да». После занятий мы вместе подошли к тренеру. Сын хотел бы попробовать, и это было потрясающе. К счастью, на катке я почти единственный мальчик. Танцы на льду привлекают девочек, но очень редко мальчиков. В подростковом возрасте он осознал свою нетрадиционную ориентацию. По словам Гийома, фигурное катание стало для него способом эмоциональной разгрузки на фоне очень сложных отношений со сверстниками, которые подвергали его травле. В 2004 году он встал в пару с Габриэлой Пападакис. Долгое время они тренировались у матери Габриэлы, Катерины Пападакис. Пара четыре раза участвовала в чемпионатах мира среди юниоров, и наивысшим их достижением на этом турнире стало второе место в 2013 году. Также вторыми они были в финале юниорского гран-при в конце 2012 года в Сочи, выиграв перед этим два этапа. С осени 2013 года пара начала выступления во взрослых соревнованиях. Стали серебряными призерами чемпионата Франции 2014 года, попутно превысив свои достижения. Были включены в состав сборной Франции на европейское первенство после того, как с чемпионата снялись лидеры французской сборной Натали Пишала и Фабиан Бурза. Однако не справились с волнением в свой дебютный чемпионат и оказались в середине таблицы. Пара попала в запас на Олимпийские игры в Сочи. Французская федерация после сочинской Олимпиады направила пару в марте на чемпионат мира в Японию. Спортсмены выступили здесь лучше, чем на европейском турнире. В межсезонье 2014-2015 пара сменила тренеров и географов и перебралась в Канаду. После Олимпийский сезон пара начала на турнире в Канаде. Заняли первое место и улучшили свои показатели в произвольном танце и сумме. Главный сюрприз ожидал пару через месяц на этапе Гран-при в Шанхае. В коротком танце фигуристы улучшили свои достижения, заняв третье место. На следующий день произвольный танец был прекрасно продемонстрирован, и фигуристы немного превысили свои прежние результаты. По сумме баллов заняли первое место, опередив при этом действующих чемпионов мира и Европы итальянцы Фанну Капеллини и Лукуланотто. Так Пападакис и Сизерон из запасных сразу шагнули в лидеры. На домашнем этапе Гран-при пара в очередной раз повысила все свои достижения в двух видах и заняла первое место. Это позволило им без проблем выйти в финал Гран-при, где они выиграли бронзовые медали. Вскоре они впервые выиграли французский чемпионат. Триумф пары пришелся на Европейский чемпионат в январе 2015 года в Стокгольме и чемпионат мира 2015 года в Шанхае, где спортсмены превосходно выступили в двух видах программы и завоевали золотые медали. В середине апреля, на заключительном старте в сезоне на командном чемпионате мира в Японии, пара удачно выступила в обоих видах программ. Летом 2015 года на тренировке фигуристка получила сильное сотрясение мозга и была госпитализирована с неясными прогнозами на сезон 2015-2016. 11 ноября 2015 года было объявлено, что пара пропустит этапы Гран-при по фигурному катанию. Но после этого спортсмены уверенно выиграли чемпионат страны 2016 года. На Европейском чемпионате через месяц в Братиславе фигуристы выступили очень хорошо. Спортсмены после короткой программы шли вторыми, однако после произвольной они сумели переместиться на первое место и стать двукратными европейскими чемпионами. В начале апреля в Бостоне на мировом чемпионате французские фигуристы стали двукратными чемпионами мира и улучшили все свои прежние спортивные достижения. При этом в произвольной программе был установлен мировой рекорд. В середине ноября 2016 года французские танцоры начали предолимпийский сезон, выступив на домашнем этапе Гран-при в Париже, где на турнире Трофи де Франц они уверенно заняли первое место и улучшили свое прежнее достижение в коротком танце. В конце ноября они выступали на заключительном этапе Гран-при в Саппоро, где уверенно заняли второе место. Это позволило им уверенно выйти в финал Гран-при в Марселе. Дома в упорной борьбе они сумели занять второе место. В середине декабря пара приняла участие в очередном чемпионате Франции в Кане, где они уверенно в очередной раз финишировали золотыми медалями. В конце января 2017 года французские спортсмены выступали в острове на Европейском чемпионате. После короткой программы танцоры занимали третье место, однако после произвольной в очередной раз стали чемпионами. Олимпийский сезон 2017-2018 французская пара начала в октябре в Эспо на трофее Финляндии, который они выиграли. В начале ноября пара выступила на китайском этапе в Пекине серии Гран-при, где они финишировали с рекордами в сумме и в произвольном танце и с золотыми медалями. В середине ноября спортсмены выступили на домашнем этапе Гран-при, где уверенно вновь завоевали золотые медали. Это позволило им выйти в финал Гран-при. В Нагое они в упорной борьбе финишировали с золотыми медалями, и им удалось установить мировой рекорд в коротком танце. На национальном чемпионате в Нанте они уверенно в очередной раз стали чемпионами страны. На чемпионате Европы в Москве французы вновь были вне конкуренции, уверенно победив. В коротком танце побить свой мировой рекорд им не удалось, а в произвольном смогли улучшить своё же достижение. Пара набрала 121,87 балла, побив мировые рекорды как в произвольном танце, так и по сумме баллов. В середине февраля 2018 года в Канныне на личном турнире Олимпийских игр французские фигуристы финишировали вторыми. Им также удалось улучшить все свои прежние достижения. Французский дуэт выиграл соревнования танцевальных пар на чемпионате мира по фигурному катанию 2019 года. Произвольный танец французов судьи оценили на 134,23 балла. Результат фигуристов по сумме двух соревновательных дней составил 222,65 балла и стал новым мировым рекордом в танцах на льду. Серебро чемпионата мира выиграли российские фигуристы Виктория Синицына и Никита Кацалапов. Третье место на счету американцев Мэдисон Хаббл и Захаре Донахью. На чемпионате Европы 2020 года в Граце они стали вторыми, уступив опять-таки российской паре Синицына-Кацалапов. На Олимпиаде 2022 Габриэла Попадакис и Гиом Сизерон выиграли золото. Вторыми стали Виктория Синицына и Никита Кацалапов. На третьем месте расположились американцы Мэдисон Хаббл и Захаре Донахью. Занимаясь Монреале, он начал помогать своему тренеру и хореографу Мари Франс Дюбрей в работе со спортивной парой Любовь Илюшечкина и Чарли Беладо, которые выступают за Канаду. В 2020 году Гиом сообщил, что является геем. В 2021-м представил книгу «Моя величайшая победа», в которой рассказывает историю своего пути от первых вопросов о своей ориентации в детстве до камин-аута в 2020 году. «Содействовать просвещению» – эти слова появились на первой странице Лекип от 30 мая 2020 года, посвященной Гиому Сизерону. Тогда он рассказал о вопросах, связанных с его ориентацией, и об оскорблениях, нанесенных в школе и колледже. В своей книге он писал «С Габриэлой мы участвуем во всех видах чемпионатов. Наши тренировки становятся все более интенсивными, и весь мой класс в конце концов осознает это, потому что я прихожу в последнюю минуту после утренней тренировки, а затем во второй половине дня после обеденного перерыва, проведенного на льду. Итак, к списку оскорблений, и без того длинному, когда я появляюсь, добавляются «А вот и танцор! Эй, ребята, посмотрите на фигуристку!» Сегодня я могу написать, что они называли меня геем еще до того, как я сам об этом узнал. Сегодня я могу написать, что обнаружил свою ориентацию через оскорбления, намеренно обидные слова и в повседневной атмосфере унижения, перемежаемой насмешками и непристойными жестами, значения которых я не знал. В колледже я остаюсь голубым, педиком, танцором. Они больше не довольствуются тем, что обзывают меня в коридорах, прежде чем войти в класс, чтобы заставить стаю смеяться. Теперь они толкают меня в дверной проем, ставят под ножку и сталкивают с лестницы. И вот однажды один из них плюет мне в лицо. Проблема, когда вы молча позволяете оскорблять себя, в том, что вы сами становитесь оскорблением. Так же, как они оскорбляли меня словом «девушка», теперь оскорбляют словами, обозначающими гомосексуальность. Мне 14 лет, я понимаю, что я гей, и в то же время мне плюют в лицо за то, что находится вне моего контроля. По словам Гийома, в 16 лет у него были отношения с девушкой, которую звали Дебора. Они познакомились на катке. Именно Деборе. Он первый признался, что является геем. Я люблю её, она любит меня и показывает мне это. И это первый раз, когда я чувствую, что люблю девушку. И я говорю себе, что если есть хоть один шанс, что стану натуралом, этот шанс зовётся Дебора. Нам по 16 лет, и если бы я был таким же мальчиком, как остальные, мы бы вместе испытали первое волнение, первое головокружение. Она была бы моей первой любовью и наоборот. Но всё оказалось не так, как я надеялся. У меня нет желания, и того, что мы оба ожидаем, не происходит. Дебора первый человек, которому я признался, что гомосексуален. Мне казалось невозможным сказать это, совершенно невозможным. Я был парализован стыдом. Потребовалось время, к тому же именно она заставила меня сформулировать это. Она не отвергала меня, она осталась моим другом. Что касается отношений со своей партнёршей, Гийом отмечал, что они нашли способ любить друг друга, когда в реальной жизни, которую мы не выбираем, я не могу испытывать желания Габриэля. Как мужественность или женственность могут определяться самим человеком. Смотришь на себя утром в зеркало и решаешь, я сегодня буду очень мужественным, а завтра нет, буду менее. Мужественность и женственность не определяются, а проявляются, чаще всего бессознательно в поступках и в поведении по отношению к другим людям. Окружающие больше понимают про нас, поскольку считывают это на психологическом уровне. В определении написано модель поведения и совокупность психических качеств гендера. Ещё иногда пишут про энергетический уровень проявления женственности или мужественности. Как говорится, что природа заложилась, тем и живём. Но нынче модно думать и заявлять иное. Слухи и сплетни вокруг Сизерона на тему его ориентации крутились, начиная с их первого победного сезона 2014-2015. Но до весны позапрошлого года он старался никак на них не реагировать. И в той ситуации слова Веденина прозвучали бы бесцеремонным вторжением в чужую личную жизнь. Но в мае 2020-го Гийом сам заявил о своей нетрадиционной ориентации. Причём его никто не спрашивал, не пытал. Выложил 17 мая в Инстаграме фото бойфренда «Во всемирный день против гомофобии и трансфобии» и, как сам признался, по рекомендации активистов одного сообщества. Теперь приходится отдавать себе отчёт в том, что уникальный фигурист, многократный чемпион мира и Олимпийских игр стал персонажем ЛГБТ-пропаганды. А сейчас он отказывает ему вправе повторить то же самое, что заявил сам двумя годами ранее. Публично рассказывая о своём гомосексуализме, Гийом долго размышлял, прежде чем выступить по случаю дня борьбы с гомофобией, говоря себе, что если его заявление поможет хотя бы одному человеку, этого будет достаточно. С тех пор первый действующий французский спортсмен-мужчина, обнародовавший свою гомосексуальность, получил сотни писем, историй и благодарностей. И ледовый танцор решил продолжить эту просветительскую работу, выпустив 29 апреля книгу «Моя величайшая победа», отрывки из которой мы публикуем. Друзья, если вам понравилось наше видео, но вы ещё не подписались на нас, то подписывайтесь прямо сейчас и запустите видео в соцсетях, в следующих выпусках будет много интересного. До скорых встреч, пока!